Губернатор Андрей Чибис провел итоговую в 2022 году пресс-конференцию. Более 40 вопросов задали главе региона журналисты, приехавшие со всей области. Как изменилось Заполярье за эти 12 месяцев и что его ждет в 2023 году, расскажет Кристина Харатова. Более двух часов губернатор отвечал на вопросы журналистов, приехавших со всей области, на итоговую пресс-конференцию. Представители СМИ подняли широкий круг тем, например, о возможности внешней торговли. Сейчас идет поиск новых рынков сбыта, расширение контактов и переориентация на площадке БРИКС+, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и ЕАЭС. Смещаемся в Азию. И это начинает получаться. Плюс, конечно, наши партнеры. У нас торговый оборот с Беларусь, Республикой Беларусь, вырос, по-моему, за этот год в 7 раз. И наши союзники, ближайшие союзники, тоже наши партнеры. Поэтому курс на восток, в том числе с использованием Севморпути. Продолжается реализация инвестиционного проекта по освоению африкандовского месторождения. Компания, получившая лицензию до 2045 года на пользование недр центрального участка, с существенным опережением графика завершает геологические работы. А еще правительством России объявлены аукционы в Калмазерском и Волмастундровском месторождениях. Итоги будут подведены в начале следующего года. Также губернатор рассказал, что инвестпортфель региона до 2035 года составит 450 проектов на 1 триллион 100 миллиардов рублей. Три ключевых программы определяют развитие экономики края. Это литий, железная дорога на западный берег Кольского залива и газификация. Это еще один ключевой проект, который дает толчок для совершенно другого технологического уклада нашей экономики. Это переработка того, что здесь добывается. Параллельно с работой с коллегами из «Газпрома» над трассировкой газопровода, всеми необходимыми засканиями мы уже приступили. Наболевшая тема северян – ветхое жилье. За 2022 год в Мурманской области снесено порядка 50 заброшенных домов. И работа будет продолжена. Особое внимание уделено Мурманску. Мы провентализировали с новой главой администрации полностью все эти деревяшки. Их там в городе, я могу сейчас в цифре ошибиться, но, по-моему, четыре десятка. В чем там нюансы, чем они сейчас занимаются? Их бы снесли завтра. Но, ведь эти дома отключены от света, тепла, от воды, от всего. Но, юридически, там у кого-то есть собственность, у человека, который нет вообще его. Или он прописанный. Его тоже нет уже давно. Также летом вновь ожидается большой лов горбуши в Умбе. Чтобы избежать экологической катастрофы в плане выброса выловленной и потрошенной рыбы, будет увеличена квота на промышленный вылов. Увеличена будет квота на вылов. Это первое. Второе. Мы даже предусмотрели дополнительные деньги на оборудование, на лодки и прочее. Там будет усилена группировка вместе с сотрудниками правоохранительных органов, вместе с нашими рейнджерами, вместе с Россооболобством. Утонувший в 2018 году в районе Росляково плавучий док будет поднят, так как мешает реализации проекта Роснефти. Роснефть этот проект и готовит. Там есть нюансы, что для того, чтобы его этой работой заняться, нужно убрать еще один док, который недостроенный, который на 82-м находится. А это зависит уже от объединенной судостроительной корпорации. В общем, не буду перечислять все нюансы, но то, что поднятие дока, этот вопрос в повестке, и я не могу сейчас сказать сроки, конечно же, но так или иначе он будет поднят, должен быть поднят, безусловно. Уверен губернатор Андрей Чибис и в успешном завершении Мурманского транспортного усла. Проект был заморожен, я об этом сказал. Потому что было принято решение, ну там, не буду объяснять, какие были приняты решения, нам удалось это все развернуть. Поэтому контракт на строительство железнодорожной ветки, часть из которой как раз мост через Тулому, он уже заключен. Идет уже мобилизация рабочей силы, техники и так далее. А еще губернатор уверен, что реконструкция пяти углов состоится, но не сейчас. Этот проект дорабатывается специалистами, но не является первоочередным в сегодняшних реалиях, сказал губернатор. Конечно же, ее реконструировать надо. Но вы абсолютно правы, что это не первоочередная задача. И там есть соответствующий проект «Победитель», который есть. Он коллегами, в том числе профессиональным сообществом, причем нашими местами, дорабатывается на сегодняшний день. И дальше будет представлен уже на общественное обсуждение. Но, хотя я вам честно скажу, мне то, как выглядит площадь Пять Углов в современной истории с щебенкой, с глиной, не нравится. Также журналисты спрашивали о продолжении реализации программы реновации «Зато», о ключевых проектах на следующий год и планах благоустройства. Целый блок вопросов касался экологии. Во время конференции участники поговорили также о судоремонте на территории региона, социальных льготах для многодетных семей, пообщались на тему привлечения молодых специалистов в сферы образования и медицины. А еще губернатор признался, что планирует остаться на севере на второй срок, что означает продолжение активной работы на благо жителей региона.